Наша недельная глава называется Эмор. Начинаем главу Эмор. И сказал Бог, обращаясь к Маше, скажи Коинам, сынам Агарона, и скажи им, никто из них да не осквернится прикосновением к умершим из народа своего, только ближайшим родственникам своим, матери своим, отцом своим, сыном своим, и дочери своей, и братом своим, и сестрой своей девицей, близкой к нему, не бывшей, замужем, можно ему оскверниться. Да не осквернить себя муж народе своем, чтобы стать ему нечистым. Значит, Коин не имеет права участвовать в похоронах, исключение это ближайшие родственники. Даже сестра, если она только не замужем, только тогда ее может девица, может ее похоронить. Так, это непросто. Да не делают ни приши на голове своей, и края бороды своей, да не обривают, и на теле своем, да не делают надреза, святы должны быть они всесильному своему. И да не оскверняют они имени всесильного своего. Ибо огнепалимые жертвы Богу хлеб всесильному своему приносят они. И потому должны они быть святы. То есть, это законы относятся именно к Коинам. Многие из этих законов относятся ко всем людям. Ну, особо Коинам. Блудницу обеспеченную и обесчищенную нельзя им брать в жены. И жену, отверженную мужем своим, нельзя им брать. Так как свят он сильному своему. То есть, любой еврей, любой левит, пожалуйста, может жениться на кому угодно. Блудниться на какому угодно, не имеет значения. А вот Коин не может так поступить. Единственное, что он может жениться на вдове. Или девственница, или вдова. Других вариантов у него не дано. И ты освяти его, ибо хлеб всесильному твоему приносит он жертву. Свят да будет он у тебя, ибо свят я, Бог освящающий вас. А если дочь Коина сквернит себя блудодейством, то отца своего бесчестного в огне да будет сожжена. То есть, за это преступление ее наказание будет более суровое. Потому что, если другая женщина это сделает, то считается, что казнь ее будет не такая жесткая, как здесь сожжение. Коин же выше из братьев своих, на голову которого злит на масло для помазания, и который уполномочен облачаться в одежды для служения, волос головы своей да не растреплет, и одежь своих да не распарывает. То есть, никаких знаков травма. И никакому умершему не должен он подходить. Даже отцом своей, матерь своей, не должен он сквернять себя. Даже на похороны родителей не может. И из святилища нельзя ему выходить, дабы не висчестить святилище всесильного своего. Ибо венчание маслом для помазания всесильно его на нем. Я Бог. Он девственницу в жены брать должен. Вдовую или отверженную, или обесчеченную, или блудницу нельзя ему брать. А лишь девицу из народа своего должен он брать в жену. И нельзя ему бесчестить потом со своего в народе своем. Ибо я Бог освящая его. Даже вдову не может взять. Мало того, что это не просто девственница. Она должна быть еще не обрученной. То есть бывает девственница, она обрученная, погибает. Это человек, с кем она обручилась. Она девственница. Но не может она выйти замуж за Коина. Потому что она была обручена. И книга Северогену говорит, что у нее будут мысли о том мужчине, с кем она обручилась. И поэтому она не может быть женой первосвященника. А что касается девицы, которая не обручена, даже если она думает о каком-то мужчине, это не считается. она не была ни замужем, ни обручена, вот тогда она подходит к Коину. Всевышний особо заботится о первосвященнике, о Коинах, чтобы они были святы. Это очень важно. Потому что мы должны смотреть, с кого брать примеры, и все остальное. То есть, видеть, какое у них потомство чистое, и все остальное. И говорил Бог, обращаясь к Маше так, скажи Огорону так, никто из потомства твоего во все поколения их, у кого будет вече, не должен подходить, чтобы приносить хлеб всесильному своему. И пусть никто, у кого вече не подходит, ни слепой, ни хромой, ни плосконосый, ни уродливый, ни человек, у которого перелом ноги, или перелом руки, или карбат, или связывай глаза, или с бельмом на глазу, или с коростой, или с паршой, или с поврежденными ядрами, ни один человек из рода Огорона Коина, приносить огнепалимые жертвы Богу. Увечен он, и хлеб всесильного своего не может приносить он. Хлеб всесильного своего и святая святых, и святого может он есть, но к завесе нельзя ему подходить, и к жертвнику нельзя ему приближаться, ибо увечен он, не должен он бесчестить святынь моих, ибо я Бог, освящающий их. И сказал Атамаши Огорону и сновьями его, и всем сынам Израиля. То есть он не может подойти, не зайти, ни в храм, не подойти к жертвеннику. Во дворе храма он может находиться, и приносить никаких жертв не может, ни хлебных, ни животных, ничего. Но будет помогать своим братьям, будет обучать их, кому нужно это будет, может смотреть, чтобы не червиво были дрова, какие-то работы он все-таки может выполнять, но ни к жертвеннику, ни в храм зайти он не может. А хлеб, который приносят коины, как зарплату свою, из святого, может он есть, это разрешено. И святая святых, даже вот эти стоят у нас 12 хлебов, хлеба предложения, значит, коины между собой разделили, которые на смене, ему досталось все, он имеет право есть. Никаких проблем с этим нет. Если кто-то хочет что-то сказать, пожалуйста, спросить, пожалуйста, рассказать. И говорил Бог, обращаясь к Маше так, скажи огородную сновьями, пусть осторожно обращаются они со святынями, посвящаемыми мне, сынами Израиля, чтобы не бесчестили святого имени моего, я Бог. Скажи им, во все поколения ваши, всякие из потомства вашего, если приблизиться к святыням, которые посвящаются на Израиля Богу, когда нечестната его на нем, то оторнута будет душата от меня, я Бог. Не один человек из рода Огорода, который поражен проказой или плоти иссякает силизью, не должен есть святыни, пока не очистится. А человек, который прикоснется к нечистому, от мертвого, или человек, у которого случится извиание семени, или человек, который прикоснется к кому-либо гаду, от которого станет он нечист, или к человеку, который нечист, или к человеку, которого ставит он нечист, у всякого родины нечисте его, тот, кто к нему прикоснется, нечист будет до вечера. И нельзя ему есть и святынь, пока не омоет тело свое водой. А когда зайдет солнце, и он очистит, тогда может он есть и святынь, ибо это пища его. То есть человек, который кого-то похоронил, он семь дней нечистый. Человек, который до него дотронется, он в этот день в храм зайти уже не может. Он должен очиститься, веку сходить, и когда будет темно, уже звезды выйдут, имеют право зайти в храм. Только тогда. Вот так. И до любого чего-то нечистого дотронулся, до трупа гада нечистого. В общем, становится нечистой на один день. В общем, это все спрашивается у Коэна. Вот то, что произошло, имею ли я право войти. Есть разные виды нечистоты, есть первые нечистоты. В общем, самый нечистый это мертвый человек, это отец особня чистоты. Вот. Кто его похоронил, становится отец нечистоты. И он семьей не может войти в храм, а кто к нему тронется, это уже получается человек, который может войти в храм уже вечером. Вот так дальше. Немертвый человек, не мертвый чинный, не рассерзно зверем, не должен он есть, чтобы не оскверниться. Я Бог. Да соблюдают они мое предостережение, чтобы не понести на себе греха, а не умереть от него. Если нарушат это, я Бог, освящающий их. И никакой посторонний не должен есть святыни. Жилец Коэн и наемник не должен есть святыни. Если же Коэн приобретет себе человека, купи его за серебро свое, то он, человек этот, может есть из нее. И домочадцы его могут есть из хлеба его. А если дочь Коэна выйдет замуж за постороннего человека, то есть не Коэна, то нельзя ей есть из святого приношения. Но если дочь Коэна овдовеет или станет разведенной, и детей нет у нее, и возвратится в дом отца своего, как в юности своей, то может она есть хлеб отца своего. Никому же постороннему нельзя его есть. Если человек съест святыню по ошибке, то должен он добавить пятую долю к тому и отдать Коэну вместе со святыней. То есть Коэна в доме человек находился, ему дали есть что-то, он перепутал, поел из святыни. И тогда он должен вернуть плюс пятую четверть стоимости. То есть если он съел на, так допустим, на 100 рублей, то он должен 125 вернуть. И да не порочат святынь цену в Израиле, которые они приносят Богу, и навлекут на них провинность и грех, если будут есть святыни их, ибо я Бог, освящающий их. И говорил Бог, обращаясь к Машеттам. Говори с Агароном и сновьями его и со всеми сынами Израиля, скажи им, всякие из дома Израиля, и из пришельцев, живущих среди сыновых Израиля, приносящие жертву свою, каким-либо обетом своим, или бы добровольный дар, который приносит не Бога всажение, ради благоволения к вам, должно быть это без порока. Мужского пола из крупного скота, из овец или из коз. Ничего, на чем есть порок, не приносите, ибо этим не удостоите свои благоволения. То есть, если, допустим, животное, ромоя, косоя какой-то, мы можем зарезать и есть его, но в жертву ни в коем случае. Жертву приносят животные без порока. Или человек приносит Богу мирную жертву, исполняя обет или в добровольный дар, из крупного стаяля из мелкого скота, должна она быть без порока. Будет она принята с благоволением, никакого порока не должно быть на ней. Слепой или увечный, или с надрезом, или мозолистый, или с коростой, или с паршой, таких не приносите Богу в огнеполимую жертву, не давайте их на жертвник Богу. А быка или барана с чрезмерно длинным или коротким членом можешь назначать добровольный дар, а если по обету, то не может он быть пригодным. А с ядрами измятыми, раздавленными, оторванными или отрезанными не приносите Богу их в стране вашей. Не делайте этого. И от других чужеземцев не приносите хлеб всесильному вашему из всех таких. И повреждения на них, порог на них непригодны не для вас. То есть кастрированных животных жертву не приносим. То есть если мы купили такое животное у чужеземца, можем покупать, резать, есть, но на жертву нет. И сами не имеем права кастрировать. И говорил Бог обращаясь к мужу так, когда родится бык или овца или коза, то семь дней должно пробыть животное под матерью своей. А от восьмого дней и далее будет пригодно для глиболивой жертвы Бога. Петраж пишет, что один шаббат животное должно быть живым на земле. Вот так, один шаббат должно прорастить. Только тогда его можно принести в жертву. Но быка или барана не режьте в один день с потомством его. Это очень интересная потому что это легко выполняется у человека всего один бык, там четыре коровы. Он знает то отец, то сын. Тогда да. Но бараны, которых стадами, сотнями и узнать какой баран покрыл какую овцу это нереально, вообще невозможно. Раша говорит, хотя и написано, что мужского пола бык, баран имеется ввиду корова и ее теленок или овца и ее теленок вот так понимается под женским родом. А там мы знаем кто мать, кто детеныш. Заповедь как здесь написано, что быка в один день не выполняется. Так вот именно самка с детенышем. Так Раша пишет. Это он находит в трактате Хулин, по-моему, сейчас посмотрим. Так, сифра Хулин 88Б вот здесь находит Раша его его детеныша предполагается также запрет закалывать в один день его детеныша его. То есть раньше детеныша, а затем его мать. Сифра Хулин 82. И когда вы режете благодарственную жертву Богу, то приносите ее так, чтобы она привела благоволение. В тот же день следует ее съесть. не оставлять ее до утра, я Бог. То есть жертва называется благодарственная, то естся один день и до утра. То есть до полуночи. То есть есть мирные жертвы, которые едят два дня и ночь между ними. Вот в данном случае идет только до полуночи. И также жертва Песох и жертва Хагига должны быть срезаны для полуночи. Хотя жертва Хагига по закону Торы можно есть и два дня и ночь между ними, но нет. Мы так же знаем, чтобы мы не перепутали за пасхальным столом. Ем четыре стакана вина, может из-за этого. И можем перепутать, где мясо Хагиги, где мясо Песоха. Поэтому любое из этих животных, любое мясо их мы сжигаем, как только закончился первый день Песох. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их Я Бог. И не бесчестите святого имени Моего, чтобы освятился Я среди странов Израиля. Я Бог, отвечающий вам, который вывел вас из страны Египетской, чтобы быть вам всесильным. Я Бог. Говорил Бог, обращаясь к Машеттам. Говорит нам Израиль, скажи, праздники Бога, которые вы должны называть священными собраниями, вот праздники мои. Шесть дней будет совершаться работа, а в седьмой день суббота покоя, собрание священное, никакой работы не делайте, это суббота Бога во всех местах поселения вашего. То есть первый праздник у нас суббота, считается самым большой праздником. Вот праздники Бога, священные собрания, которые вы должны созывать в назначенное для них время. Первый месяц, 14 дней месяца, в сумерки, Песох Богу. То есть это 14 дней месяца Ниссан, мы режем ягня от Песох, приносим жертву, все делаем, и это называется праздник Песох. А в 15 день этого месяца праздник опресноков Богу. Семь дней ешьте опресноки. Вот теперь семь дней праздника опресноков. Первый день священное собрание добудет у вас, никакой работы не делайте. И приносите неболимые жертвы Богу семь дней. В седьмой день собрание священное никакой работы не делает. То есть у нас получается со второго дня отсчет и 49 дней мы отсчитываем. Когда заканчивается эти 49 дней, наступает ночь, и тогда у нас наступает праздник Шавула. И говорил Бог, обращаясь к Машетаме так, говорит сынам Израиля и скажи им, когда придете в страну, которую я даю вам и будете жать жатву, то приносите Амер из начала жатвы вашей коину. То есть это Амер ячменя. И вознесет он Амер перед Богом вам благоволение во второй день празднования вознесет его коин. И принесете в день восемья мира годовая огнянка без пороков жертв снижения Бога. И с ним хлебный дар две десятых хейфы тонкой пшечной муки смешанной с риковым маслом в огнеполимую жертву Богу. Глауха неприятная Богу и возлияние вина к нему четверть хина. Ни хлеба, ни сушеных зерен, ни свежих колосьев не ешьте до того самого дня, пока не принесете этой жертвы сильным вашему. Это вечное восстановление для всех поколений ваших, всех местах поселения вашего. Значит, вот это мер, когда мы вознесли, заповедь выполнена, мы уже имеем право начинать есть пшень, этот ячмень нового урожая. Вот так. Отсчитайте себе от второго дня празднования, то есть это праздник в ПСХ, 16-е Ниссана, от второго дня, первый день 15-е Ниссана, второй 16-е. От дня принесемая мера возношения 7 недель, полными должны они быть. То есть полные, это мы уже говорили, когда закончится 49-й день, уже наступит ночь, темно, выше звезды на небе, наступил праздник Шавон. До дня после 7-ой недели читайте 50 дней и принесите новый хлебный дар Богу. От поселений ваших принесите два хлеба, возношение из двух десятых частей эйфы, тонкой общечной муки, должны они быть квашенными, да будут они испечены. Это привинке Бога. А квашенный хлеб на жертвник не идет. Зачем они его едят? Получается, вот так. И кроме хлеба приносите 7 годовых огня без порока и одного молодого быка и двух баранов, они будут жертвой сожжения Богу, и хлебный дар и воздействия к ним в огне полимой жертвы благохания и приятная Бога. Мы с вами читаем Лавей Пенхас и написано, что в Шавот приносим два молодых быка, одного барана, семь огня, там козел в грязную жертву. А тут тоже праздник Шавота написано, что один бык и два барана, то есть наоборот, семь огня, в общем. И очень интересный вопрос, Раша пишет, говорит, животные, которые здесь указаны, имеется в виду животные, которые приносятся вместе с хлебом, то есть с этими двумя хлебами в честь праздника Шавот хлебы. И то, что Лавей Пенхас это обязательная жертва Шавот тоже. И тогда получается у нас три быка и три барана и четырнадцать огнят. Вот, только часть получается с хлебами, а часть праздника Шавот вот так понимают наши мудрецы. И приготовьте одного козленка хручительную жертву и двух голодных ягнят жертву мирную. И приподнимет их коин при хлебах нового урожая в знак плащения богу. С двумя ягнятами они будут посвящением богу для коина. И провозглашайте в тот самый день священное собрание будет у вас, никакой работаете делайте. Это вечно уставление для всех поселениях и жать жатву в стране вашей. Не дожинай до края поля своего, когда жнешь и опавшая жатва твоей не подбирай бедному пришельцу став. Это я бог сильный ваш. Это трактат пиамишно разбирает сколько это нужно оставить. Наш мудрец это одну шестидесятую часть. Для бедного и пришельца. Всевышний заботится о них. И говорил Бог обращаясь к Маше так. Интересно, что праздник Шавот пишется, что праздник первинок урожая. Хорошо. Значит, но мы еще знаем от мудрецов, что это праздник дарования Торы, шестое Сивана. То есть в этот день Всевышний с нами говорил, подарил нам десять заповедей на горе Синань. Мы все слышали звук шафара, и заповеди первые мы слышали две, потом попросили Маше, пусть не говорит нам все сильные, а то мы умрем, говорит, ты нам, мы поверим, все, все, все. Это все было праздник Шавот. Вот так. И говорил Бог, обращаясь к Маше, так, так скажется нам Израиля, в седьмой месяц, первый день месяца, пусть будет у вас покой, напоминание о трубном звуке, священное собрание, никакой работы не делайте, и переносите огнеполимые жертвы Богу. То есть это праздник Рош-Хашана, голова года, трубный звук, который мы слышали в горе Синай, когда мы стояли в шестой осевана, и звук шафара становится сильнее и сильнее, мы испугались, это было страшно. Обычно, когда человек трубит шафар, он не может долго трубить, звук будет падать, а здесь усиливался звук, в общем, очень мы испугались. Видишь, то, что Всевышний нам души вернул росою небесную. Души повылетали, так было страшно. И говорил Бог, обращаясь к Маше, так, но в десятый день седьмого месяца этого, день искупления, священное собрание будет у вас, и смиряйте души ваши, это постом наши мудрецы говорят, и переносите огнеполимые жертвы Богу, никакой работы не делайте в этот самый день, ибо это день искупления, чтобы искупить вас пред Богом всесильным вашим, а всякая душа, которая не смирит себя в этот самый день, а торнодо будет от народа своего. И того, кто будет делать какую-либо работу в этот самый день, истребляет душу его и среди народа его. Никакой работы не делайте. Это вечное установление для всех поколений ваших, во всех поселениях ваших. Это суббота покоя для вас, и смиряйте души ваши в девятый день месяца, вечером от вечера до вечера соблюдайте покой ваш. Это суббота, суббота, двойная суббота у нас, Йом-Кипур. Вот так. То есть, это самые счастливые дни в году, Йом-Кипур, и 15-е ава. Но в этот день всевышний Йом-Кипур прощает наши грехи. Вот так. То есть, те грехи, которые были не прощены, это заповеди, запреты, которые мы нарушаем. Запреты, это не дело, это не украдит. Такие заповеди. Если мы раскаялись, то всесильный Йом-Кипур нас прощает. Вот так вот. Если мы нарушаем повеление, то тогда, когда мы принесли жертвы, раскаялись и вышли, сразу нас прощает. И говорил Бог, обращаясь к Маше, так. Скажи, Сынам-Израиль, так, в 15-й день седьмого месяца этого праздника Суккот, 7 дней к Богу. Первый день священное собрание, никакой работы не делайте. 7 дней приносите огнеполимые жертвы Богу. Восьмой день священное собрание, пусть будет у вас, приносите огнеполимые жертвы Богу. Праздничное собрание, это никакой работы не делайте. То есть, 7 дней будет праздник Суккот. Вот. Мы огромные жертвы приносим, это уже праздник сбора урожая, и 70 быков, 98 ягня, то есть, большие жертвы. И восьмой день, это называется Шминец-Рет, это отдельный праздник, самый священный день для еврейского народа, когда все вышли, хочет с нами побыть наедине. То есть, пишется, что царь сделал огромный пир, и гости отсюда, савсюду приезжали, было большое праздничное, и когда пир закончился, он сказал своему другу, останься, мы с тобой все здесь, простой еду, будем общаться. Вот это Всевышний своим народом. Вот праздники Бога, которые вы назначили для священных собраний, чтобы приносить огнеполимые жертвы Богу, жертвы, сожжения и хлебный дар, жертвы и возлияния, каждая в свой день, сверх суббот Бога, и сверх даров ваших, и сверх всех обетов ваших, и сверх добровольных даров ваших, которые будете вы приносить Богу. Но 15 день 7 месяца, когда собираете вы плоды земли, празднуете праздник Бога 7 дней, первый день покой, и восьмой день покой, и возьмите себе в первый день плод дерева великолепного. Это это рог с прекрасным запахом, с прекрасным вкусом. Цитрон называется сейчас. Так. Ветви пальмовые, это ветви финиковых пальм с хорошим вкусом, но запаха никакого, это средние люди. И отростки дерева густолиственного, это дерево имеет прекрасный запах, но вкуса никакого, тоже средние люди. И верх бричный, соответствует грешникам, ни запаха, ни вкуса. И радуйтесь перед Богом сильным вашим 7 дней. То есть мы берем все растения, эти 4 растения, соединяем, и смахиваем, как рыцарь, копьем, когда побеждает. И всевышнему это угодно, чтобы весь народ был вместе. И празднуйте этот праздник Богу 7 дней в году, это вечное наставление для всех поколений ваших, в 7 месяц празднуйте его. В шалашах живите 7 дней, каждый житель страны, в Израиле должен жить в шалаше. То есть надо обратить внимание, потому что, когда пишет всевышний, крови не ешьте, на землю выливаете, как воду, где бы вы ни жили, во всех местах поселения вашего. В данном случае в стране Израиля заповеджит шалаше. Дабы знали поколение ваше, что в шалашах поселилось сынов Израиля, когда вывел их из страны Египетской, а Бог сильный ваш, и обвел Маше о праздниках Бога сынам Израиля. И говорил Бог, обращаясь к Маше так. Повели сынам Израиля, чтобы они доставили пить чистого оливкового масла, выжатого для освящения, чтобы выжигать светильник, горячий постоянно. То есть для светильника, для миноры, нужно масло из самых лучших маслин, которые ближе к солнцу, они первые вызревают, и первые капли, вышитые из них, годятся для миноры. Остальное масло годится для хлебных приношений, в общем, там уже не говорится, что чистое масло. Вне завесы святилища, в шатре откровение, должен ставить его огорон от вечера до утра, перед Богом всегда. Это вечное установление для всех поколений ваших. На миноре чистый, расставят на светильнике, перед Богом всегда. То есть после того, как почистили утром храмовый светильник, Всевышний говорит огорону, первозвещеннику, чтобы он выжигал смесь благовония. И перед тем, как зажечь минору на ночь, он тоже должен второй раз в день принести на золотом жертвеннике ароматное воскурение, он тоже весь благовония выносит. Хотя наши мудрители говорят, что может не только первозвещенник, и другой коин может, но так огоронгу первым у меня стоит. Там где это написано. И возьми тонкой обширственной муки и испеки из нее 12 хлебов, 2 десятых эйфы пойдут на один хлеб. Это большие довольно хлебы. Вот если брать комментарии, как есть, я читал, что 3,9 литра, это будет 1 десятых эйфы, а на один хлеб идет 2 десятых эйфы, то есть 2 мера, получается такая банка почти 8-литровая муки. Можно посмотреть, какой будет хлеб с такой единицей измерения. И положи их 2 ряда, по 6 в ряд на чистом столе пред Богом. И положи на каждый ряд чисто ароматные смолы. Это смола фруктовых деревьев. И будь тогда при хлебе в память в огнеполимую жертву Богу. В каждый день субботний следует раскладывать их пред Богом постоянно. Это от сынов Израиля вечный союз. И будет это для Аарона и сновей его. И они должны есть его на святом месте. Ибо это святая святых. Для него и из огнеполимых жертв Богу вечное установление. Постихли вы предложение. 12 хлебов. Ставили их на стол в пятницу. В следующую пятницу их снимали, ставили новые. А эти, которые сняли, делили между сменами коинов. Смена, которая приходит на службу. Смена, которая уходит в службу. Делили между собой вот так. И занималась эта семья Гармо. Одна семья. У него браха на это. Когда-то мудрецы сказали, что зарплата у них большая. И нам выгоднее нанять других пекарей. Наняли в Египте пекарей. Они испекли такой же хлеб, такого же вида. Но он черствел. Он не был теплым от субботы до субботы. И поэтому они поняли, что это благословение. И этого не поменять. Тогда они вернули эту семью на службу. И у них были очень строгие законы. Никто из этой семьи никогда не мог есть белый хлеб, чтобы не навлечь на себя, чтобы кто-то мог подумать, что из этих хлебов они едят. В общем, очень достойная семья была. Делицкая. И вышел сын израильтянки. Он же сын египтянина. В среду сынов Израиля. И поссорили истани это сын израильтянки с израильтянином. И оскорблял сын израильтянки имя Бога. И проклинал. И привели его к Маше. А имя матери его Шуламид до Джеври из колена Дана. И посадили его под стражу до объявления в решение по слову Бога. То есть, в данном случае, что произошло, Маше не знал, что с ним делать. Как поступить? Написано нашими мудрецами, что было четыре таких случая, что Маше не знал, как поступить. Вот этот случай с человеком, который оскорблял имя. И есть у нас человек, который собирал хворо с субботу. Всевышний предупредил, что кто будет дерзко нарушать субботу, смерти будет преданным. Дерзко нарушал субботу. Вот он узнавал и Всевышний тоже сказал, что вывести на стан забить камнями. Вот, как и в данном случае. А был случай еще, что дочери Славхада, рабяки, говорят, что это тот же, который собрал хворо с субботу, открывает нам эту тайну. Они не хотели выходить замуж, потому что если бы они вышли замуж за представителя другого колена, все было бы хорошо. Тогда бы земля, у них не было брата, по наследству досталось бы представителям другого колена. Они понимали, что здесь надо какое-то решение. И Машей не знает, как поступить. Он обращается ко Всевышнему. Всевышний говорит, правильно говорят, дочери Славхада, то есть сына и сыновья Иосифа пришли. Вот, и пишется, что они могут выйти замуж за представителей только своего колена. Вот, чтобы земля не переходила от колена в колено, написано, что Сталин, дочери Махла, терца на милкой с женами, сыновей, дядей своих. Вот так. Они до 40 лет не могли замуж за это выйти. Настолько им было тяжело это сделать, чтобы не потерять землю, которая была, земля ихнего отца. Он был человеком достойным. И пишут нашим мудрецам, что он отдал для того, чтобы сыны Израиля боялись нарушать субботу, свою жизнь отдал для этого. И был случай, что мы в пустыне, Всевышний назначает праздник Песах, а человек нечистый не может его праздновать. И тоже обращается Маше, он не знает, что делать. И Всевышний сказал, пусть они совершат свою жертву в Песах 14 яра на следующий месяц. Вот так. Вот это четыре случая нашим мудрецам, когда Маше не знал, как поступить. Так. И говорил Бог, обращаясь к Маше так, выведи проклинающих за пределы стана и возложат все слышавшие руки свои на голову его и забросают его камнями все общество. А сынам Израиля скажет так, всякий, кто будет проклинать всесильного своего, понесет грех свой, оскорбляющий имя Бога смерти будет предан камнями, забросая этого всеобщества, как пришелец, так и житель страны, оскорблявший имя Бога смерти будет предан. А человек, который лишит жизни другого человека, смерти будет предан. А если кто-нибудь убьет скотину, должен заплатить за нее животное за животное. А человек, который нанесет вещи ближнему своему, как сделал он, так пусть будет сделано с ним. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, какой вещи нанесет на человек, вот такое же должно быть нанесено ему. А убившую скотину, должен заплатить за нее. А убивший человека смерти будет предан. Закон один будет у вас для пришельца и для жителя страны. Ибо я Бог всесильный ваш. Искал это Машественного Израиля и вывели проклинающего за пределы станок и забросали его камнями и зелись на Израиля, как Бог повелел Маше. И почему это произошло? Потому что женщина, которую зовут Шуламид, слово Шалом, она всем говорила Шалом вам, вела себя нескромно, как должна себя вести еврейская женщина, так пишут наши мудрецы. И пришел египтянин, египетский надзиратель, гнать ее мужа, он был еврейским надсмотрщиком в Египте, на работу. И она ему говорит Шалом. И он понял, что она хочет что-то его совратить. В общем, когда он погнал мужа на работу, потом он прибежал к ней, и она думала, что это ее муж, община с ним переспала. А Всевышний не помешал ему, египтянину, потому что она себя вела нескромно. И это был единственный случай, когда от египтянина родился ребенок, пишут нашим мудрецы. Ну и родился такой ребенок, он удостоверил черты своего отца, который пришел и сказал, я поставлю шатер свой в колене Дана. Ему сказал, израилья говорит, по отцу колено, не может ли поставить свой, что я говорю, мать сказал, только по отцу. И они ссорились, он проклинал имя, тогда случилась эта беда, в общем, вышел, забить камнями. Такая поучительная вещь, как себя вести. На этом наша недельная глава заканчивается. Кто хочет что-то рассказать, спросить, не стесняйтесь, пожалуйста. Если нет, читаем. Хофицхайм. Хофицхайм. Любите делать добро. Ежедневные уроки умение давать. Уроки Рава Фишля Шехтера по книге Хофицхайм Хофицхайм. Хофицхайм. Перевел на русский язык Италья Спинадель. День 18. 18-е Атишли, 18-е Ниссана. Ахофицхайм. Хофицхайм. Раздел 2, глава 6. Творческий подсчет. Сегодня, помогая кому-то, подумая, как этот Хофицхайм повлияет на его жизнь. В этом мире награда за работу подсчитывается очень просто. Автомеханик, например, получает почасовую оплату. Человек на исправленной им машине добрался на службу, смог заработать денег и накормить семью, но механик за все эти очень важные результаты ничего не получает. Врачу платят за проведенное лечение, но не за дальнейшее достижение спасенного человека. Официант получает свою оплату, но не за возвращение силы и духа обслуженного им клиента. А на небе, подсчитывая заслугу за Хэссет, учитывает все, что можно, все последствия доброго поступка. Человек, который одолжил доллар, получает обратно не один доллар, а иногда в награду целую жизнь или жизнь человека, которого любит. Награждая за доброе дело, Ашем не только учитывает потраченное время, усилия или деньги, но и малейшие детали, нюансы. Иногда стучат дверь, попросить денег, чтобы женить ребенка. Человек может быть смущенным, в депрессии или сокрушенным этой ситуацией, но в каком-то доме его позовут, предложат выпить чашку горячего кофе. Ему не могут покрыть все расходы на свадьбу, но несколько долларов дадут от всего сердца с подлинной заботой. Он уходит с согретым, сеглым чувством, силами продолжать путь, встречать завтрашний день. В день же выражение дали ему только несколько долларов, да еще чашку кофе и пару добрых слов. Но на небесах записано истинное значение этой доброты человеку, вернулись силы, может быть, даже здоровье или жизнь. И когда придет время и возникнет угроза собственному здоровью или жизни хозяина, он получит свою истинную награду. Кафиц Хайен берет эту идею из Медраша Танхума, Мишпатим 15, который объясняет фразу из Мишлей 19.17 за благодеяние он заплатит ему. Это не значит, что если человек дал бедняку копейку, Творец вернет ему копейку. Но Творец говорит, душа того человека дрожала и могла покинуть его, а ты дал ему поддержку в нужный момент, ты дал ему жизнь и я тебе дам жизнь. Действие способное дать человеку жизнь может заключаться просто в паре телефонных звонков, чтобы устроить кого-то на работу. Даже полчаса времени и внимание могут спасти кому-то жизнь. Человек не должен упускать возможности помочь, предупреждает Хафиц Хайен. В жизни каждого наступает время, когда он нуждается в помощи и одобрении. Если даже сегодня у человека хороший доход, здоровье, семья и дом, в будущем все может измениться. Бизнес пойдет плохо, здоровье пошатнется, в семейной жизни возникнет проблему, но к тому, кто всю жизнь ищет, как помочь другим, когда ему потребуется, найдется помощь. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха, парна, сака, ванамаза в том, что мы этот час не грешили, изучали Тору. Всем всего самого на лучшего. Шаббат, шалом, до встречи в понедельник, блин, в час дня. Спасибо. 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 Спасибо.